друзья всем большой привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас сезонная мотивация как вы уже поняли я буду заниматься своим шифонером а то есть буду наконец-таки меняется сезонную одежду я очень долго шла к этому откладывала как могла по той причине что это моя нелюбимая работа поэтому оттягивала как могла и вот уже май закончился а я пока еще летнюю одежду не доставала конечно же наша летняя одежда лежит в этом ящике внизу в самом большом ящике мы спокойно оттуда достаем то что нам нужно но просто всю эту одежду из ящика нужно переложить в те ящики которыми мы пользуемся на ежедневной основе справилась я с этой работой очень быстро максимум за 1 час я все закончила но еще раз убеждаюсь что все зависит от нашего настроя и настроения как говорится глаза боятся а руки делают в общем с чего я начинаю ребята я сначала всю свою одежду пересмотрела все что у меня висит на плечиках здесь у меня очень много и летней и зимней одежды и я сегодня делаю не просто сезонную смену одежды а одновременно расхламляюсь каждый год я это делаю каждый сезон две-три вещички у меня уходят я от них избавляюсь но именно сегодня я расхламилась конкретно просто очень много одежды отложила ту которую уже не одеваю год-два и скорее всего уже одевать не буду поэтому с легкостью избавляюсь буду их отправлять в грузию в хорошие руки здесь у меня одежда которую я или уже не ношу или вообще не носила вот понравилось купила а потом как-то разонравилась не пришлось мне по душе и ни разу не одевала поэтому все это буду отправлять одежда хорошая за одеждой слежу ухаживаю поэтому такую одежду конечно же буду отдавать еще одна стопочка одежды у меня получится на тряпочки это по большей части домашняя одежда которая знаете такая заюзаная скажем так ну выглядит не очень презентабельно естественно давать ее никуда не хочется поэтому я все это складываю всегда и отдаю до виду в цех на тряпочки он у меня всегда просит какие-то старые полотенца старые блузы которыми уже не пользуюсь это для них найти расходный материал которым они пользуются каждый день просто что-то средством они вот протирают и выбрасывают естественно они тряпочки не стирают просто используют и выбрасывают вот я уже всю нашу летнюю одежду вывалила на кровать из большого ящика для меня это самый удобный вариант я всю одежду просто вываливаю на кровать чтобы знаете вот иметь какое-то понимание сколько у меня одежды чтобы элементарно понимать вот вообще нужно мне столько одежды или нет чтобы увидеть все наглядно чтобы все иметь перед глазами и пересмотреть каждую вещь и походу расхламиться то же самое я сделала и с зимними вещами все вывалила на кровать пересмотрела опять же сложила все в аккуратные стопочки и вот сейчас как раз я зимнюю одежду выкладываю сюда в ящик здесь по большей части брюки давида зимние брюки и блузы и кофты естественно вся одежда у меня здесь не поместится поэтому то что останется я размещу в икеевский большой органайзер который храню наверху на полочке так что одежда у нас будет храниться теперь там до следующей зимы вот это именно та одежда которую я отдам до виду на тряпочки ну а все остальное все что я намереваюсь отправить я сложу в коробку конечно коробка маленькая на тот момент у меня другой не было так что нужно принести коробку правильного размера все хорошенечко компактно сложить и отправить ну вот и все друзья с задачей я справилась шифонер теперь задышал свободнее из плечика все расхламилась из ящиков так что да я довольно наконец-то дело сделано ну и последним пунктом мне остается просто помыть фасад шифонера ну а теперь я буду заниматься своим любимым делом я очень люблю заполнять всякие разные контейнеры красивые бутылочки это мне знаете такое вознаграждение за проделанную нелюбимую работу ну я шучу конечно же но на самом деле я очень люблю заполнять контейнеры и бутылки в общем у меня здесь закончились кое-какие запасы у меня рис и панировочные сухари просто это те продукты которые я заполняю каждую неделю также у меня закончилась сушеная аджика я сразу покупал большую упаковку потому что аджика я пользуюсь очень активно также вскрываю чие которые мы привезли заполнила черным чаем большую банку у меня это одна единственная большая банка она в новогодней тематике но ничего страшного все равно чаем и по большей части пьем зимой летом как-то не очень нам заходит мы также попробовали чай из вот этих карликовых роз он получился вкусный безумно ароматный а вот этот чай из различных цветов попробовала мама сказала что тоже очень вкусный и очень ароматный чай с красивым красным цветом но мы пока не пробовали будем исправляться заполнила также крупной солью свою мельницу и все на этом не знаю девочки как для вас но для меня это такая некая медитация заполняйте бутылки контейнеры и расставлять по своим местам здесь я уже начала готовить обед честно говоря я не собиралась снимать но я уже начала готовить обед но все-таки решила вам показать что у меня сегодня на обед я себе варю говядину у меня произошли кое-какие изменения я опять перешла на правильное питание но в каком-то другом влоге я вам все подробно расскажу потому что мне сейчас с моим похудением помогает диетолог я сама не справилась поэтому я обратилась к диетологу так что у меня отдельное меню ребята но как только будут первые результаты в общем буду с вами обязательно всем делиться ну а мальчиком я решила приготовить лазанью ну то есть это не совсем лазанья я не буду использовать листы лазаньи а использую самую крупную пасту по-гречески это блюдо называется постытью ну и первым делом я отправила фарш готовится здесь все как обычно я сначала потушила лук чеснок болгарский перец потом добавила фарш он тоже немножечко проварился приготовился добавила специи соль перец томатную пасту и довела все до полной готовности я зелень не добавляла потому что мальчики зелень не очень любят ну в принципе можно добавить потому что она и так сильно прослеживаться в блюде не будет ну и собственно рядом в кастрюле я варю пасту это блюдо я буду собирать на большом противне из-под духового шкафа я решила приготовить сразу большую порцию этого им хватит на два-три дня с головой знаете лазанья это такое блюдо которое не приготовишь за один час нужно заморочиться нужно потратить большое количество времени но сегодня у меня было такое настроение было время уделить этому блюду поэтому сразу приготовила большую порцию ну и выкладываю я первым слоем пасту выкладываю побольше чем у меня пойдет сверху затем выкладываю фарш и оставшуюся часть пасты кладу поменьше наверх потому что у нас еще сюда пойдет бешамель и тертый сыр я конечно могла все это приготовить одновременно но не хотелось знаете марать еще одну посуду для того чтобы приготовить бешамель поэтому готовлю ее на той же сковороде на которой готовила фарш вот вылила фарш и просто сковороду протерла салфеткой и теперь готовлю бешамель у меня всегда очень простой рецепт простой вариант легко его запомнить потому что использую всегда один литр молока 100 грамм муки и 100 грамм сливочного масла эти пропорции невозможно перепутать и очень легко запомнить в общем когда все уже загустела бешамель вскипела я уже выключаю огонь и добавляю желток одного яйца и немножко тертого сыра где-то 30-40 грамм все еще раз хорошенечко перемешиваю и бешамель готова выливаю ее на блюдо присыплю немного тертым сыром и отправлю в духовку запекаться духовку я разогреваю на 190 200 градусов режим вверх-вниз и блюдо у меня запекается обычно 35-40 минут в следующем году вот такая вкуснота и красота получается естественно никто не дает возможность блюду остыть все уже стоят над душой ждут свою порцию блюдо получается ярким очень вкусным его все любят в нашей семье это просто беспроигрышный вариант ну вот и мой обед у меня сегодня 120 грамм вареного риса 100 грамм вареной говядины ну и салат свежего огурца у меня не было поэтому использовала маринованным всем кто тоже есть желаю приятного аппетита ну и отдельная рубрика для тех кто любит тобика для тех кто часто спрашивает где он как он как он поживает вот он в прекрасном здравии у него не жизнь а сказка ребята в общем знаете что хочу вам сказать вот кто еще в раздумьях брать маленькую собачку или нет ребята даже не сомневайтесь обязательно берите потому что собака вам подарит гораздо больше эмоции радости и счастья нежели чем какого-то неудобства не знаю у нас тоби какого-то особого ухода к себе не требует и потом маленькая собака большое место не занимает он какой-то не громкий не лает без повода не знаю это мы его так воспитали или он просто такой сам по себе от природы спокойны послушной но я не знаю вот он нас любит мы его любим и это все взаимно он нам отдает очень много любви и энергии иногда он хочет поиграться может принести свою игрушку положить возле тебя и смотреть и то есть ждать что ты с ним будет будешь играться но иногда у меня нет этого настроения он никогда не будет настаивать он просто заберет свою игрушку и убежит и потом собака это отличный сторож пускай маленькая зато она все прекрасно слышит любой шорох за дверью он тут же подбегает light в общем сообщает нам что за дверью какое-то движение так что ребята даже не думайте обязательно берите собачку в дом и она вам подарит гораздо больше радости и счастья нежели какого-то неудобства у нас уже следующее утро это утро субботы и мы с давидом пришли на рынок вообще это происходит очень редко я на рынок прихожу так знаете по желанию когда захочется я давиду составляю компанию а так обычно у нас уже сложилась такая скажем так некая рутина каждую субботу уезжая на работу давид сначала заходит на рынок закупается все складывает в багажник и сразу же мне приносит домой покупки или же если у него нет времени уезжает сразу в цех и уже по возвращению вечером мне все завозит конечно если что-то нужно сложить в холодильник он все складывает у нас цеху тоже есть холодильник все прекрасно хранится ну и по возвращению он все мне привозит этот субботний рынок мне нравится тем что здесь очень большой выбор овощей и фруктов а вот рынок по четвергам мне нравится тем что там очень много текстиля здесь тоже есть несколько прилавок с одеждой но конечно этот рынок не сравнится с тем рынком по четвергам потому что там конечно выбор огромный там можно купить и одежду и нижнее белье и шторы покрывала на кровать подушки постельное белье в общем разные полотенца скатерти весь текстиль для дома там можно найти поэтому если мне нужно присмотреть какой-то текстиль я конечно иду на рынок по четверкам а вот за продуктами мы обычно приходим сюда на рынок по субботам как раз сегодня я хотела купить рыбу и мы так конкретно затарились здесь очень большой выбор рыбы и морепродуктов также есть огромный выбор сладостей традиционные сладости в сиропе печенья я также увидела орешки сухофрукты в общем огромный выбор сладостей и за выгодные цены пенстрофа геннекий пенстрофа геннекири и дешевле геннекири и дешевле геннекири ага от рейджу ага от ищет белье ага 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 о ага ага ко ага ага так ну и давайте посмотрим что мы купили на рынке в первую очередь здесь у нас картошка вышла уже молодая картошка я молодую картошку просто обожаю запеченную на сковороде ну то есть поджаренную на сковороде с укропчиком это просто любовь с детства взяли также лимон и конечно же арбуз начался уже сезон арбуза да и не так что будем уже их покупать взяла зелень у меня зелени зеленый лук петрушка и укроп искала кинзу но и к сожалению не было вышел уже вот такой молодой небольшой огурчик очень тоже люблю такой огурец взяли помидоры много овощей я брать не стала потому что у меня в холодильнике еще есть болгарский перец баклажаны их нужно обязательно использовать так из фруктов взяли черешню здесь у нас 4 килограмма я попробовала она очень вкусная хотя на вид как-то она мне не очень понравилось но сладкая и взяли два килограмм клубники обожаю клубнику тоже прям с детства я такая любовь у меня с ней вот очень крепкие хорошие ягоды в общем клубника очень пахучая но еще из фруктов взяли бананы конечно же я также искала брокколи но брокколи вообще не было очень странно на всем рынке я нигде не нашла брокколи но ничего завтра наверно сбегаю в супермаркет и куплю также на рынке мы взяли рыбу это у нас морской лещи если я не ошибаюсь но думаю да так он и называется ну а если что девочки по-гречески эта рыба называется фагри очень вкусная рыба вот так она выглядит немножко с такой розовинкой вот сначала мы думали взять три штуки потому что мальчики рыбу не едят а мне с давидом три штуки вообще хватит и даже будет много потому что я целую рыбу но есть не буду она большая вот потом получилась очень хорошая цена потому что вообще-то рыба у нас очень дорогая не давид сказал дайте еще три потом еще три и в итоге получилось 9 рыб остальные две порции конечно буду замораживать ну и как видели женщина почистила всю рыбу изнутри и сверху чешую тоже она убрала так что мне останется сейчас просто ее помыть хорошенечко и все остальные две порции конечно я мыть не буду я просто заморожу потому что говорят что нехорошо рыбу мыть и замораживать после рынка я оставила давида с покупками он их завез домой и уехал на работу но я пошла дальше зашла в мясной магазин и в наш русский микс маркет из мяса я докупила килограмм говядины это говяжий фарш и пол килограмма свиного фарша также взяла одну тушку курицы эту курицу я сегодня буду готовить мальчиком ну естественно на сегодня же улетит у меня в заморозке очень много курицы но просто я забыла достать и разморозить поэтому сразу купила окно и последняя позиция куда я ходила это микс маркет я взяла творог но честно говоря я не хотела 15 процентный творог я не обратила внимание хотела 9 процентный ну что есть уже ничего страшного взяла маринованный огурец развесной он у них очень вкусный такой твердый хрустящий просто обожаю взяла фету девочка продавщица мне посоветовала взять именно эту фету попробовать вот ну и фету я всегда беру твердую мягкую не люблю да и все остальные тоже не любят так взяла армянский тонкий лаваш и грузинский лаваш и вот этот вот хлеб который мы тоже горячо обожаем друзья я еще в прошлом влоге хотела вам показать две свои крупные покупки которые я сделала в стамбуле но так как прошлый влог получился очень длинный и насыщенный я уже не стала туда этот кусок вставлять решила что оставлю его на этот влог во первых что я купила девочки наконец-таки я сюда в гостиную купила себе люстры купила две одинаковые люстры сейчас я их вам покажу я уже давно подумывала заменить наши люстры которые наверное 15 или даже больше лет тому назад сделал сам давид красивые были люстры на тот момент они очень подходили к нашей мебели тогда у нас очень темная мебель здесь стояла вот очень они красиво сюда подходили но со временем мы поменяли мебель сменили кардинально интерьер кухни-гостиной эти люстры мне сюда уже не подходили еще они мне со временем разонравились давид мне всегда говорил да ладно нормальные люстры главное несут свою функцию но конечно мужчинам нас не понять нам ведь не просто нужно чтобы люстра несла свою функцию она должна быть красивой она должна нам нравиться она должна быть очень легко в уходе ну и в общем подходить под наш интерьер стилю по цвету в общем но мы обращаем внимание на каждую деталь а мужчинам что главное чтобы нанесла свою функцию и все те предыдущие люстры они были очень сложные в уходе ребята это была такая таблетка прям под потолок нужно было подняться очень высоко чтобы ее помыть и плюс от этой таблетки очень много веток выходило кристаллы мы тогда добавили и много листьев было в общем нужно было каждую деталь и протирать и забраться очень высоко в общем было очень неудобно и все это мыть ну а теперь я думаю что я нашла такие люстры которые ну просто за пять минут протерла и все готово вот так они выглядят друзья сейчас я вам снимаю на телефон потому что камера от яркого света очень сильно затемняется и вы просто ничего не увидите а на телефоне им очень даже красиво видно ну вот смотрите какие они прекрасные нежные воздушные и по цвету и по стилю подходят нашу комнату вы смотрите как сразу комната преобразилась и люстры очень красиво украсили всю комнату в общем прямо вот такое вот украшение в комнате все кто заходит просто восторгается мои мальчики тоже когда мы их купили они не видели они их увидели только уже вот в повешенном состоянии очень им понравилось нежные красивые люстры и ухода особого какого-то они не требуют найти вот тряпочкой прошлась и по шарикам по вот этим вот вензелям и все ничего сложного я очень довольна ребята и это супер бюджетные люстры я за каждую заплатила 100 евро я бы в греции такие люстры за 1 наверное заплатила бы и 200 и больше еще у этих люстр есть три режима освещения то есть один раз включаешь загорается желтый свет который мне абсолютно не нравится выключаешь еще раз включаешь зажигается уже белый холодный свет который мне больше нравится еще раз выключаешь включаешь и уже загорается вот этот промежуточный свет который мне нравится больше всего этот свет успокаивает глаза он как-то нас не напрягает как желтый и супер белый ну и вот очень красивый свет разливается по комнате нам нравится в общем я считаю супер покупка красиво бюджетно есть даже видите кристаллики такого золотистого цвета в общем я покупкой очень и очень довольна к сожалению ребята я вам не могу сказать как называется этот район где мы купили люстры но это целый район если не сказать целый город где продают вот такие светильники и люстры мы наткнулись на этот район случайно мы переехали в азиатскую сторону стамбула и абсолютно случайно я увидела это эту огромную просто дорогу забитую этими магазинами и я мальчикам тогда сказала что на следующий день обязательно привезете нас с мамой оставите на несколько часов но буквально 23 часика мы там провели чтобы я купила себе люстру и на следующий день мы естественно не сразу нашли этот район эту дорогу то есть эти дороги это не одна дорога но мы спросили там у местного турка и он нам сказал и если вы вдруг на своей машине попадете в стамбул то перейдя в азиатскую сторону обязательно спросите кого-то и естественно местные знают этот район и там вот просто центральные дороги огромные широкие и вдоль и с этой стороны и с другой стороны магазины просто битком забитые люстрами и другая параллельная дорога и с той стороны и с той стороны в общем очень очень много магазинов просто город люстр я в такое первый раз видела так что да имейте в виду если вдруг вы попадете туда то не беспокойтесь спрашивая обязательно найдете этот район и вторая покупка друзья которую я там совершила это вот это золотое колечко очень красивая мне она очень понравилась давно я хотела себе такое кольцо с камушком чтобы носить его именно вот с обручальным кольцом вот так в дуэте вот такой вот тюльпанчик с большим камушком это у нас циркон ну и по бокам тоже маленькие камушки тоже циркон и в общем очень красиво все это вместе смотрится конечно камера не передает всю красоту колечко во всей красе но все же я думаю вам понятно как она выглядит в общем и что хочу сказать такое же кольцо я видела в торговом центре на европейской стороне и тогда мне сказали очень большую сумму это кольцо мне оценили в 400 евро я естественно не купила ну подумала ну ладно не куплю и все но и когда мы вот оказались в азиатской части помните я вам рассказывала что у давида была деловая встреча мальчики все поднялись в офис а я и мама ждали на улице и это был не самый такой дорогой и элитный район и мы с мамой просто прогулялись увидели ювелирный магазин решили зайти и вот такое же кольцо мне оценили в 200 евро и я его конечно же купила потому что но даже для греции это очень хорошая цена поэтому я совершила все-таки эту покупку и наконец-таки купила себе вот это колечко с одним с одним камушком имейте ввиду и если опять-таки попадете в стамбул езжайте в европейскую сторону в какие-то не очень богатые элитные районы и обязательно там найдете что-то достойное и подходящее по цене вечером мы с давидом решили выехать прогуляться на набережной но перед этим решили заехать помыть машину потому что она была очень грязная вот это наша новая машина которую мы купили нам уже срочно нужно было что-то для себя покупать потому что нашу старую легковую забрал себе я нес и мы в принципе остались без машины но перед тем как отдать я несу нашу старенькую машину мы конечно сделали такой капитальный сервис и так ему ее вручили и по городу он может спокойно ездить ну а нам как бы нужно было уже семейная машина ну и вот мы купили такую машинку я вам ее еще не показывала вот заехали ее помыть такая интересная мойка есть у нее разные режимы он сначала промыл ее под проточной водой потом нам и лил хорошенечко потом все смыл естественно и в конце все обработал воском чтобы машина не загрязнялась быстро и каждый раз забрасывая что до монетку но ребята у нас идут такие дожди очень грязные после вот просто обычного дождя машинам остается очень грязной в общем машину помыли и спустились уже на набережную продвигаемся к нашей белой башни и вот в этом районе как раз будем искать где нам припарковаться и потом прогуляемся уже по набережной наконец-то мы припарковались ребята уже где-то наверное 30 минут искали парковку вот в нашем городе что очень сильно бесит вот то что нет места для машин просто очень много машин в городе и вот 30 минут мы просто тут давали круги ну наконец-то припарковались все наконец-то спустились на набережную здесь так вкусно пахнет кукурузой жареной там сзади видите жарят каштаны и кукурузы но сегодня на сегодня я уже последний прием пищи приняла все мне только чаек нужно сейчас люди гуляют у нас сегодня такой спокойный теплый вечерок сожалению стемнело моря уже не видно но море шикарно прям такое как масло знаете бархатная но к сожалению его не видно потом подойду поближе может быть и что-то покажется здесь вот такая небольшая площадь вот эти тачки где делают попкорны и кораблик кафешка которая отправляется такое небольшое путешествие такой небольшой тур возит туристов можно там что-то выпить какой-нибудь напиток ну и поплавать по морю один кораблик там уже плавает здесь их несколько на самом деле и 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 такой вот музыкой романтичной вообще переходили мы дорогу для того чтобы взять чай и останавливается перед нами огромный джип тут какое-то политическое собрание было очень много людей мы не понимали мы не сразу поняли что там происходит но и переходя дорогу останавливается огромный джип в общем и выходит из машины касты лайкись Ну, вы не знаете, скорее всего, кто это Ну, короче говоря, дают мне говорить Сними его, сними Че мне его снимать? Абсолютно не хочется его снимать В общем, ну так прям вышел с машины Рядом прошел Ну такой симпатичный чувак В общем, мы гуляем и пьем чай Мы вот так медленным шагом подошли к зонтикам Нашим популярным зонтикам Которые находятся на набережной Это такое произведение искусства Какого-то, кажется, художника Здесь их 40 штук Я точно не знаю, что-то они тут символизируют Или нет, или просто так для красоты Но это уже такое, знаете, популярное место Для фотосессии Все сюда приходят И горожане, и туристы фотографируются Также приезжают молодожены Чтобы снять здесь красивое фото на память И я где-то читала, что в каком-то году Один зонтик украли Но потом его опять добавили Вот такое вот произведение искусства Вот видите, здесь всегда кто-то фотографируется Ну и в принципе, это вот такая вот железная конструкция Но очень необычная Присели мы сейчас чуть-чуть Передохнем и потопаем дальше Попьем наш чай Сели вот так В уютном местечке Прямо у моря Такой приятный вечер, ребята И вот шум волн Прямо волна ударяется здесь об уртик Так приятно это слушать Ну и в общем-то все На вот такой расслабленной нотке Я закончу свой влог Огромное всем спасибо, что были со мной Что провели это время в нашей компании Увидимся уже в следующем ролике Я вас всех крепко целую и обнимаю И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok